Наконец-то приветствует вас в эфире «Заяц» и «Гейерфокус» и картинка, которая движется, господа! Ура! Да, и сегодня у нас и «Фнатик» сражаются, и мы врываемся на первый раунд, но уже второй. Пистолетка «Фнатик» была выиграна в атаке и будут продолжать укреплять свои позиции. Да, кстати, чудом «Фнатики» взяли там пистолетку. В итоге у нас счет уже 1-0, и по деньгам сейчас все плохо у команды «ЕЦЛ». Сделали они ставку на один «Дигл» по 250-й, с «Армором» имеется, но и укрепляет, видимо, в основном точку «А». Сделали на ее ставку. Это скорее укрепление «Медла» сейчас будет, они будут ждать выхода как раз «Фнатиков». Они выходят через бут, это может быть опасно. Погибает у нас «Док», в итоге «Кримс» делает первый минус, 29 хп у него остается, «Фейтс» минус «Кримс». «Бролл» взрывает у нас одного игрока «Брамза», и ситуация 3-4. Да, казалось бы, что даже уже неплохо огрызнулись, но хотелось бы еще хотя бы фраг сделать, закрывать «Крима» еще и «Смаками». Тем временем тут погиб, и «Фейтс» немного тоже страдает по хп. Да, «Бролл» делает минус по «Фейтс», в итоге остается у нас один «Скрим» против четверых игроков команды «Фнатик». Ну, тут хотя бы сделать еще один килл, чтобы нанести материальный ущерб команде «Фнатик». Ну, это уже, скажем так, будет практически невыполнимой миссией. Все-таки с «Юспиком» потребуется слишком много выстрелов ему, потому что он убрал, но у которого 98 хп, на какой ваншот ты там не рассчитываешь. Еще и заметили, «Скрима» отрывает ему голову, а вместе с ним и душу отправляют в третий раунд. Знаете, сейчас будет бай у команды ИКЛ, первый. И у нас нету, или будет все-таки «Фейтс» есть, берет «Фейтс» снайперскую винтовку. «Галил» остается у нас с «Твист», «Бролланд» с «Юмпом» остается. Решили не брать АКМы все вместе. И будут играть от «Фармгана» и «Галилы». Также вроде по 250 остается у «Живи». А это не слишком ли нагло со стороны «Фнатик» играть сейчас с пистолетом сугубо против девайсного раунда противника? Да, сейчас у нас быстро занимается «Мидл» командой «Фнатик». Полетел на «Смок» на «Буст». Ну, тут, по всей видимости, так и есть. «Живи» играет действительно на одном пистолете очень нагло и уверенно. Тут в упоре принимает. «Токсик» готов настреливать, пока «Гзист» не может найти таргет, понятное дело. «Бролланд» занимает рампы. Да, занимает у нас хорошо «Мидл» сейчас «Бролланд». Там, кстати, «Труд» на «Б» стоит в такой позиции, что вряд ли его разменяют, если выйдут вместе там на «Б» точках, на «Б» «Фнатик». И сейчас «Бролланд» по идее не заметил рампы. «Скрим» очень аккуратно его поджимает. «Двадцатка» начинает таршевать и вроде получается «Скримзом» расправится, ставит хэдшот. Сам очень битный на 16 гп. «Фейтс» подключился минус «Твист» и уже в большинстве «СЛ». «Труд» минус «Гзист». В итоге ситуация уже 2-5. «Труд» отличный минус еще по «Живи». «Бролланд» на «Размене», но тут «Фейтс» и счет становится 2-1. «Микейл» смогли вырваться у нас из пучин нуля, но сейчас я не совсем понимаю, почему «П-250»?» «Я не знаю, почему «П-250» остался «Дживи», но сейчас у него как раз хватает на АВП. И сейчас «Галил» и «Гзиста» убрал у нас снова «ЮМП». Ну, как-то, мне кажется, в том бае в прошлом раунде они должны были взять нормальное оружие. Но нет, по какой-то причине они этого делать не стали. И по какой-то причине Денис не выходил в интернет последние годы 3-4, по всей видимости, и по-прежнему задается этим вопросом. Ну, ладно, Док у нас готов принимать точку «А». И у него есть подспорье в виде тиммейта, плюс там еще и быстро перетянется Брамс с рамп. Пока что снайпер не спешат в этом раунде, подошли в ее мейн, возможно, попытаются пикнуть. Док уже делает минус по Кримзу, прошил его в скрипе. В итоге в большинстве у нас команда «ЕКЛ». Аккуратненько «Дживи» работает со снайперской винтовкой, начинает открываться все шире и шире. Ну и сейчас может поймать за красным, увидел плечика, но все-таки промахивается. По-таргетам. Врыв под флешку, мейн, на докон, но Бролан был к этому готов. Правда, остается красным, 25 хп. И, возможно, будут лежать до сейчас скрима. Он забирает девайс Бролан поинтереснее, а именно вражескую тридцатку. И времени еще, в принципе, немало. 45 секунд, можно хоть под точку «Б» уйти, если фнатик этого захотят. Но открытие через смоки и наказывают только в размен, парня. В итоге ситуация 3 в 3 и 37 секунд на таймере. Джи Ви у нас будет работать со скрипа, со снайперской винтовкой. Брамс 1 на апленте пока что. Хлпа далеко, фейтс будет контроле только мейн. Но должен быть смок от команды фнатик, которого, по-моему, нет уже у них. В итоге размен. 2 в 2 ситуация. И как-то Джи Ви сейчас просто чудом выжил, по-моему. Просто поторопился немного с открытием своим из-за машины. Но бомба ставится. И, по сути, сейчас для них будет непростой ретейк, но хаешка прямо на голову. Минус 40 хп. Да, отличная хае по твисту была. И у нас по хп преимущество у команды ЕКЛ. Выбивание 2 в 2. Фейтс. Пытается открываться. Еще обходит красный. Ее выпадает. Но с лопом Джи Ви. Нет, Джи Ви у нас просто дал минус снайперской винтовки. Тут же не может попасть в фейтс уже в третий раз. Да, очень. Как-то не идет у него стрельба с АВП. Но тут вряд ли успеет сейчас в фейтс. Он, походу, вообще завис. Что-то он не двигался. Мне кажется, что это была проблема технического характера. И мы сейчас видим паузу. Потому что очень странно. То ли он не верил, что против него. Все равно же слышал, как обходит. Нет, там слышно, как пишут что-то в чат. Поэтому он в любом случае завис. Пожалуйста, только не падай, Гоу ТВ. Нет. Нет, оставьте нам картинку. Пусть хоть начнут 4 на 4 играть. Но не падай, Гоу ТВ. Нет, все хорошо. Игра возобновилась. Видимо, может, случайно свернулся. Такое бывает. И экономический раунд сейчас от защиты. Ну, опять же, есть Диггл. Есть по 250. И, возможно, какую-то шальную голову отстрелить. Оставляют себе подобный тап. Но Фнатик играет уже серьезно. Естественно, 4 калаша оставлены. И снайперская винтовка. Ну, Фнатики сейчас прекрасно понимают, что нет денег у ИКЛ. В итоге будут играть сверх пассивно. Двойка работает под бетом. Аккуратно смотрится буст. Дожидаются информации. Скрим, понятное дело, мейн также контролит. Ну, а Фнатик начинает, ну, скажем так, бросать жеребий. Куда же идти? На А или на Б? Бомба сброшена под гаражом. И, видимо, в сторону точки Б начинает смещаться. Ну, пока что, думаю, будут аккуратно сейчас занимать миддл под гранаты. Уже давали молотов винты. Молотов на миддл. Смачок. Все четко. Вышли на миддл. Сейчас будут думать, куда же им все-таки выйти. Времени у них, опять же, еще достаточно. ИКЛ, они сильно рассредоточены по карте. И перетяжки быстро не предвидятся. И кажется, сейчас именно Фейтс будет принимать выход со своей головы. Тут же Скрим не пускает на Рапа. Но Адрата уже убили. Энтрефраг все-таки у нас последовал. Пусть и на 40-й секунде. А сейчас пойдет у нас заход под точку Б. В итоге остается 33 секунды. Но уже тройка остается всего у команды ИКЛ. Брамс делает минус по Джей Ви. И тут уже отдают полностью точку Б. Твист минус док. Но при этом, понятное дело, что Фнафик засейвит снайперскую винтовку. В момент, когда будут отходить с точки. Пока же просто контроль С9. Контроль СК. Прострелу Брам. Вступает в перестрелку на дистанцию. У него даже вроде бы получает. Забирает по 350 и выкинул свой юстик. Входит на перестрелку. Вместе с тиммейтом убегает на точку А в закат. Будут пытаться отстрелить еще Брамс какой-нибудь. Перестрелка с Броланом. Бролан у нас остается 22 хп. И один Скрим. Против четверых игроков команды Фнатик. Ну, и все, точку можно покидать. Прекрасно понимаю, что Скрим здесь не придет, не успеет. Бролан играет до конца. Но просто у Бролана здоровья маловато. И отступать нужно своевременно. Да, больше фрагов мы не увидим. Если только сам Скрим не начнет забегать в мейн. Попытался найти. Возможно, кто-то к нему бежал бы. И он смог бы его бить. Но нет. И в итоге счет становится 4-1. Да, Фнатик набирают. Набирают вес все больше и больше за атаку. Но это, естественно, только начало первой карты. Поэтому ничего еще не предрешено. Но, безусловно, на сайте G-Bet мы видели просто сумасшедшие коэффициенты в разнице своей. На Фнатик там что-то в районе 1.4. На ИКЛ там, по-моему, 7 был даже коэффициент в одночасье. Да, и у нас не самый лучший бай у команды ИКЛ. Правда, есть АВП, но у Фейца Фамас. Да, это все-таки будет его ограничивать. Возможно, всех приемка от Дока попадает по 3, но, правда, только в ногу. А смоков-то не было. Да, и сейчас Док должен понимать, что слева может находиться игрок команды Фнатик. Раскидали отточку Дока. Остается 47 хп. Отличная хаи от Фнатик. И фэшка от Скрима. Сразу же летят в ответ гранаты. Скрим, вроде бы, своевременно подошел. Но все равно вдвоем принимать будет очень тяжело. Дока уже убили Скрим. Скрим ослепленный. Пытается убежать за красный минус от места. И просто не позволяет ИКЛ хоть как-то отыгрывать. Брамс не может открыться с рампы. Погибает его тиммейт. Брамс отступает. Миссис Рута может быть на дистанции. Хотя бы дать фраг. Бролан погиб. Остается у нас один Брамс против четверых. Скорее всего, будет пытаться засейвить. Тут уже Джей Ви крадется к нему. Но Брамс должен быть к этому готов. Там на точке А у стенки просто расстрел. Такое чувство произошло. Все игроки команды ИКЛ были к ней просто приклеены своими телами. Брамс встречает Джей Ви. Выбивает снайперскую винтовку. И понимает, чтобы ее засейвить пойдут с этим девайсом. Я хочу отметить сейчас отличную работу от команды Фнатик на точке А. Они вначале раскинули гранаты. Постояли. Секунд 10 подождали гранаты оппонента. Потом еще второй раскид. И отличный выход на точку. Да, все было очень и очень грамотно сделано. При этом даже какие-то агрессивные гранаты были брошены не впустую, а с конкретным профитом для себя. 1-5. Но нужно придумывать что-то. Но придумывать будут, наверное, ИКЛ все-таки уже на восьмом раунде, когда у них вновь будет бай. Да, пока что ИКЛ не клеится игра. Ну, я напомню, что это скорее микс даже, чем команда. Но все же она имеет все шансы побороться с Фнатиками. То есть вот все эти рассуждения по поводу этого микса или это сыгранная команда, они уместны до начала сражения. В момент сражения есть 5 игроков одного коллектива, 5 игроков другого коллектива. И все стремятся к победе. Никто сюда не приходит с мыслью, да, мы все равно проиграем. Все играют на максимум. Да, и это отличные игроки собраны сейчас, поэтому в любом случае ждем зарубы. Ну и сейчас же пробрасываются гранаты. Пока еще только смоки. Фейтс в упоре приемки выхода на точку Б. Готовят весь также накидывать флешку. По всей видимости, своему тиммейту полетела флешка на шахматы. Открытие, занятие. И ИКЛ-то укрепляет эту точку. Да, засада на точке Б. Брамс говорит, я иду уже в спину. Есть инфа, но сразу же Львзи сделает минус и Джей Ви. Все тут падают. Только Скрим сделал один фраг. Скрим пытается как уж на сковородке вертеться за этой коробкой. Но его убивает Твист. Живых Брамс. Брамс заходит в спину. Есть шанс дать тут какой-то минус Деглану. Сейчас открываться будут у него фуловые игроки. Настреливает всех, все каленые. Он даже забрал одного твиста, но только один фраг. По-моему, он даже Джей Ви стрелял в спину. Это ставил ему один с ХП. Ну, чуть-чуть не пошло. Но в итоге одного забрал. Это тот самый случай, когда ты стреляешь в спину по голове, а попадает пуля в горб, которая эту голову всегда спасает. Да, с пистолета в спину тяжело стрелять в любом случае. 1-6 в бай. Наконец-то есть. Есть даже немалое количество гранат. Правда, вот только киты одни. Нету команды ИКЛ, АВП, к сожалению, сейчас. Но, возможно, получится без него отыграть. Кстати, интересная флешка, где ста сейчас была, нестандартная. Ну и мы видим акцент от команды Фнатик сразу же под точку Б. Они просто туда выходят все вместе на девайсном раунде противника. А, возможно, сейчас Трут будет работать как раз под флешку тиммейта. И вот, если словить хороший тайминг, прилетает Тома Молотов. Это все прекрасно даже слышит Фнатик. 100% Кримс это услышал. И прилетает еще один Молотов, чтобы Трута оттуда полностью выбить. Флешка не прилетела от тиммейта. Трут уже красный. 18 хп. Идет каким-то образом минус под GV. Ситуация 5-4. Отбрасывает флешку. Уходит на шахматы. Его не отпустили, конечно же. Добирают его. И теперь 4-4 ситуация. Фейтс в упоре. По-прежнему остается своей двадцаткой. Смоки лежат перед его носом. Пытаются занять шахматы. Боятся, что полетят какие-то прострелы. И получается удержать Тейкл своего противника на дистанции. Сейчас Фнатик просто отошли. Решили посмотреть, никто ли не поджал у команды ИХЛ Бэк. В итоге Фейтс. Отличный врыв под флешку. Минус 2 сразу же делает. И как раз именно словил тот тайминг, когда два игрока команды Фнатик отошли смотреть поджим. Да, они не прикрывали друг друга. Соответственно, и не были готовы к этому врыву абсолютно. Окошко вот это буквально в несколько секунд было заполнено Фейтсом со 100% КПД. Гзист не скрывает своего присутствия вентиляции. Спрыгивает на шахматы. Бомба по-прежнему выходит на точку Б. Но тут три противника. Все-таки убивает Фейтса. После этого остается уже кто-то один. Гзист из девятки его добирают с двадцаточки. Да, отличный врыв от Фейтса. Очень своевременный подход к Фейтсу. Он сделал раунд, можно сказать, вместе со своим товарищем. Но тут очень много времени выигрывал на шахматы. И не сказать, что Фнатики играли по одному. Вроде бы вдвоем были. Но все равно отличная работа. И раунд за команда ИКЛ. Ну и сейчас самое главное не попасть в эту ловушку. Самое главное обеспечить тебе хоть какую-то минимальную серию. Наработать экономику. Да, есть все шансы. Ну и тут хорошие деньги. Что одно, что вторая команда. Хороший бай. И сразу же у нас откид Мэйна. Попадает по скриму. 40 кп остается. Очень больно. Действительно агрессивные хаешки тут полетели. Ну и добирают Брам за интрифраг от атаки. В большинстве теперь они начинают смещаться. Ну видимо на центр. Там на бусте минимум два игрока должно быть. Да, сейчас Фнатики спокойно займут мидл. Аккуратно. Не буду спешить, я думаю. И после этого уже будут отыгрывать раунд. Гзист воюет в первую очередь против Зигзага. Но с этой позиции никто не открывается. Скрим под мейн вышел. Просто в наглую занимает угол. И может здесь держать теперь уже подъем от снайпера. Вышел под флешку тиммейта. Все четенько сделал. Откинул смок. Сейчас придется команде Фнатик немножко похалдить. Чтобы занять в итоге мейн. Да, смогли хотя бы как таково остановить их на ранних. По крайней мере таймингах. Молотов уже и скрим готов пробрасывать. Еще несколько секунд выиграет для своего коллектива. Но там уже снайпер обосновался. Прекрасно этот скрим понимает. И ходит играть за погрузчик. Да, у нас двойка на точке А. И двойка работает на точке Б. Команда ИКЛ. Потихоньку Фнатик подходит под А. И сейчас будет выход у нас. Есть граната у Джи Ви. К Зиста и Бролана. Один Молотов на команду. Вот он уже полетел. В итоге пошел выход. Отличный минус от Виста. Фейц минус Твист. Три в четыре. На спидле работает один грим с Люркером. В итоге Бролан минус Док. И ситуация один в четыре. Рассыпались просто ИКЛ. Сейчас не смогли друг друга прикрыть. Не смогли размять. И дистайминги буквально в пару секунд начинались у них. Когда отвлекают из рампы. Нужно туда повернуться. Выход с погрузчика. С макей. Ты просто не знаешь, что контролировать в первую очередь. Да. Размансили хорошо сейчас Фнатик. И в итоге это раунд за шведами. Тут попытается, конечно же, выжить. Утащить за собой Кольт. Но вот информация по нему поступила. Информация болезненная для команды Фнатик. Теряют одного. Но дальше Кзист просто стрейфом открывается, убивает рута. 7-2. А пока что не получается вообще у команды ИКЛ что-либо противопоставить. Вот мы обсуждали, что вообще набор карт, который выпал на данное Best of 3, он максимально комфортно подходит для коллективов еще не сыгранных, которые вот недавно собрались. Но даже кэш сейчас не дает каких-то бонусов ИКЛ. Все верно. И что у нас в итоге? Форсбай от команды ИКЛ? Да, решили себе с МП девятым сделать такой небольшой бай. Пара, гранат, агрессивный врыв на гараж. Поджим густа. Смоки лежат, но врыва еще нет. Скримб остается на 5 хп, но жив еще, жив. Держится. Смоки нужно закинуть, обновить. Мы стреляли ему, я думаю, в смок сейчас. И в итоге он решил немножко отойти. Мог бы дать МП своему тиммейту, но, видимо, тот не захотел его брать. Твист тем временем занимает буст. Ну и команда Фнатик просто делает все грамотно, не спешит, контролит поджимы. И все правильно делает, так как понимает, что у него введение, скорее всего, ИКЛ. Отличный минус от Брамза по Кримзу. Брамза такой чувствовал. Напугали, но напугали-то хорошо, еще и Фейтс убивает с ЦЗшки Твиста. Тем временем падает на голову счастье в виде калаша. И мы видим, что Фнатик просто сыпется. ИКЛ на недефолтных пистолетах с одним фармганом, который при этом не работал. Сейчас пятером против двоих остались. Фейтс вообще в медле очень хорошо прикрыл своего тиммейта. Вовремя вышел. Это отлично. Итак, у нас 2-5 ситуация. Кримз против... Минус от Брамза еще. Остается один Живи в скрипе с АВП. Пояс, он попадает, но Живи не смог попасть. Такое чувство дебафнули как-то сейчас команду Фнатик на этот раунд. У них ни одна перестрелка не была выиграна. Даже снайпер, который открылся через скрип, как будто бы в жиле у него прицел двигался. Да, не получилось. Сейчас в итоге у нас ставится тайм-аут. И ребята, думаю, будут обсуждать сейчас. Что же пошло не так. Да, что же пошло не так. Но если это тайм-аут от команды Фнатик, то вроде бы у них все хорошо. Немножко не пошло по стрельбе. Может быть, они просто не хотят затягивать, из разряда не оставлять этот раунд на разбор после матча, допустим. А сразу же просто разъяснить. Так, ты сделал не туда, ты пошел не так. И мы проиграли раунд. Больше такого не допускаем. Да, у них сейчас есть запас по раундам, но зачем им вот так легко разбрасываться, если вы даже первую половину можете закончить со счетом 10-5 или 11-4. Да, и смотри, что у нас появляется у команды Фнатик. Юмпик, три калаша и дигл от GV. Притом гранат не так много. У них, по сути, вот на фейке сейчас не хватит. Это только, по сути, один итоговый выход. Да, сейчас как раз может быть врыв по точку А от команды Фнатик. У-у-у, Дог, где же здоровье-то подхилься. 12 хп. И врыв у нас под мейн сразу. Крим сделает минус по скриму. Красный Дог уже не будут, я думаю, агрессировать сейчас команда ЕКЛ. Большинство для Фнатик. И Брам сделает минус по Бролану. Не успел убить еще одного. В итоге ситуация 4 в 3. Красный Дог. Такое чувство, что просто вот поторопился немного с этим открытием. С этим он спрыгнул. Дальше не знал, что делать. Твист убивает Фейца. 4 в 2. И Дог на 12 хп, конечно же, сейчас опорником точки А будет очень тяжело ему отыгрывать. Натик, тем более, ударит единым кулаком. Я думаю, не лучшее решение сейчас выбрали ЕКЛ, чтобы подойти в мейн. Потому что как раз в прошлом раунде скриму также прилетело 2 хе, если ты помнишь, или позапрошлом раунде. И такой поджим было делать, ну, не знаю. То есть вы, по сути, не учитываете опыт предыдущих раундов. Но тут открытие Дога в спину забирает двоих одним спреем. 12 хп у парня было. И теперь на равных против Кримса, у которого 11. И 11 оказались сильнее. Кримс в итоге взял этот раунд. Трипл килл от него. Отличная работа. Но Дога отлично зашел в спину и сделал все возможное, чтобы затащить этот раунд. Да, это просто нечто. Нереальные раунды. Вот этого мы ждали с вами весь день, безусловно. Господа, не забывайте, что по хэштегу EC Studio вы можете прислать нам фотографии в Twitter, как вы ждали этого Best of 3. Я знаю, что вы с нами с 8 утра сидите. Успели на работу сходить, поспать, выиграть, поднять все звания. И по-прежнему смотрите ИКН Компани. Да, у нас, кстати, форсбай в ответ от команды ИКЛ. Решили не делать ЭК. Ну и Кримс отступает. Бомбу скинули. Опять же, Фнатик сейчас пытается выманить лишние гранаты, которых у ИКЛ просто нет. О-о-о, Брамс! Там твист очень хорошо подобрался. Думаю, без флешки он в любом случае не будет выходить. Будет ждать от тиммейта флеш. Но вышел все-таки без флешки и получил от Брамса хэдшот. При этом он практически Брамса поймал на свапе девайсе, когда тот откинул гранату. Буквально на секунду раньше, на долю секунду откройся и у него получилось. Но нет, Брамс отлично совладал с ситуацией. Плюс еще и противник не попал ему по голове. Брамс сейчас занимает отличнейшую позицию. Будут играть в кроссфайр вместе с доком. В любом случае будет размен. И Фнатик готова выходить на точку ас-мейна. Но там есть люркер в медле у команды Фнатик. Возможно, он как раз играет ключевую роль. Плюс один из больших моментов позитивных для команды ИКЛ, что никто не находился на этой девятке сверху на протяжении предыдущих раундов. Он не читает. Живе открывается, безнаказанно убивает первого. И тут же под размен забрали второго. Я думаю, док немножко зажато играл. Либо он был слепой, поэтому так играл. И в итоге легкий заход для Фнатик на точку ай. Ситуация 3 в 3. Но сейчас увидим ретейк. Хотелось бы, конечно же, надеяться на этот ретейк. И что ИКЛ возьмет раунду. Но Браун открывается за погрузчика. Первого отстреливает. Уходит в закрытую. Да, по нему попали. Но какая разница? Вы в троем держите планты. Видимо, ИКЛ решили уйти на сейф. У них не остается вариантов. Ну, Тру-то МП, поэтому не самый лучший девайс для ретейка. И отходят на сейф. Возможно, Тру-то сейчас сможет кого-то еще найти, забрать более лучшее оружие. Там еще и Скрим погиб. То есть, у ИКЛ уже потеряли. И вот этот МП-9 вообще погоды не сделает в следующем раунде. Да, 9 раундов уже за атаку команды Фнатик. И вот мы надеялись, Фокусом, с самого начала, что все-таки будет здесь борьба. Что ИКЛ смогут. Что вот эти все коэффициенты, они разрушат. И скажут, ну вы совсем там оборзили семерочку на нас ставить. Ну хотя бы три с половиной давайте под нее. Но пока это выглядит как легкая прогулка для Фнатик. Будем откровенны. Да, шведы сейчас выглядят намного сильнее. При этом они не допускают ошибок. Они просто в основном контролят карту. Единственные раунды, которые они проигрывали, это были либо заходы в спину, либо какие-то под флешку врывы у команды ИКЛ. Поэтому Фнатики сейчас смотрятся сильнее. И опять хе в третий раз. И они никак просто против этого не пытаются сыграть. Они попадаются на эту удочку вновь, вновь и вновь. И сейчас начинают давить еще и мейн. Там чуть ли не под буст выходить. Но, конечно же, Брамс сейчас нужно отступать уже. Смотри, это была засада на точке КА. Сейчас ИКЛ решают уйти под точку Б. Интересно, угадают ли они... Ну, хотелось бы, конечно же, им верить. Но мы видим, что только твист остается на токсике. А Фнатик двигается именно в мейн. Такое чувство они просто читают. Видят противника так же, как и мы с X-Ray. Открытие. Брамс погиб. Он дает информацию. Пацаны, горит точка. Но к моменту, когда подойдут, скорее всего, он точке А уже поставит бомбу. Хотя, поедет уже на машине. Брамс сыграл на информацию. И в итоге вышел в тот тайминг, когда уже вышли в мейн команда Фнатик. В итоге погиб. И все. И здесь уже Фнатик зашли на плент по итогу. Ну и Кримс пытается выцелить Зигзаг. Но никто не подставляется под его прицел пока еще. Возможно, ИКЛ откроется на более поздних таймингах. Трут вот сейчас может, в принципе, подсейвить. Просто потому, что у него и арморта есть с каской. Все может быть. Но там засада в медле сейчас. Кримс находит одного и увидит ли второго. По-моему, время, да, таки. Трут делает размин. Гзист минус док. Два в четыре. Попытается еще выбить Ганну. Сейчас ИКЛ не получается. Ну, труд был зажат с двух сторон. Там все равно бы ему зашли в спину. Единственное, что он мог дать, это еще один минус по противнику. То есть что-либо унести за собой вот в этот 14-й не получилось бы в любом случае. Да, уже денег в любом случае много у команды Фнатик. На два раунда хватит точно. Поэтому нет смысла даже выбивать сейчас команде ИКЛ какие-либо Ганны, если вдруг они сейчас будут снова сейвить. Ну, я надеюсь, что они возьмут пятерочку и покажут нам борьбу. Да, пятерочка это такая подушка безопасности, можно сказать, от которой можно прыгнуть, от которой даже можно проиграть там пистолетку и попробовать закомбечить. Да, это будет тяжело. Хотя сейчас давят. ИКЛ пытаются выйти на Токсик. Флешка. АЕшка, точнее, забрасывает от Гзиста, но его убили. Ну, в итоге ситуация уже 4 в 3 у нас. И затишье пока что не выходит у нас никто на какие-либо точки. Агрессивно. Скрим сейчас будет пытаться найти в смыках соперника. И... Ну, открытие на скрима. И просто его из решетиля. Он ни одного выстрела не сделал с двадцатки. Настолько был растерян в этой ситуации. Брамс... Ну, Брамс всегда успевает выстрелить. Но, к сожалению, тут он просто не наносит достаточное количество демеджа. Отличный размен на Докон. Но сразу же погибает у нас. Вот Бролана. Фейтс один в один. Но Фейтс красный, например, тоже понимает, что Твист сейчас выйдет на него. И Твист перестреливает. Еще становится один в три. Я не понял, как в смоке нашли скрима сейчас. Ну, видимо, не знаю. По запаху каким-то образом его нашли. Потому что просто стали нашивать. Я думаю, что там как раз Смок рассеивался. И, наверное, по радару увидел игрок Фнатик. Вот это вот заветная информация с радара, которая много обсуждается в сообществе Counter-Strike. Это был сейчас Шерлок. Да, конечно же, конечно. Поверьте, я не перестаю поражаться вашим возможностям детективным. Ну и ЭКЛ должны нас удивить на пятнадцатом-то раунде. Сейчас будут просто контролить карту. Команда Фнатик понимает, что немного денег сейчас у защиты. И будет холд, я думаю, где-то до минуты. Возможно, займут миддл. Там центр карты-то уже занимается. Кстати, Брамс вступил в перестрелку. Потерял 25% здоровья. Скрим тоже немного пострадал, но не сильно. И за центр решили воевать ЭКЛ. Ну, видишь, Фнатики в любом случае, они даже если зашли на миддл, то не идут прямо в упорные позиции. Пока что мы что-то понимаем, что могут как раз ворвать под флешку. Кримс выцеливает белый ящик. Никто к нему не открывается. Фейтс стоит в закрытую. Брамсу тем временем уничтожили просто за спиной, по сути, вот этого игрока. Тут же пытается Кримс работать по головам. Кримс ждет Фейтса. Работает на центре просто на удержание. Тем временем команда выходит через мейн. И у нас Кримс увидел соперника на миддле сейчас. Перестрелка с Фейтсом. Брамс у нас уже погиб. И готовится выход по точку АДЖВ. Делает минус по скрипу. Минус Фейтс. Остается док и труд против пятерых игроков команды Фнатик. Ну, честно сказать, сейчас просто вот идеальный раунд проводит Фнатик. И у ЭКЛ не получается абсолютно ничего. Мы видели несколько от них раундов хороших, даже проигранных хороших раундов. Тут с ножом стоял уже и пытался, я не знаю, дождаться у неба погоды. Но это 12-3 и счет разгромный. Если посмотреть сейчас, как брали раунды Фнатик за атаку, это были просто аккуратный холл до минуты. После этого занимание миддла. Оставляли одного люркера. И после этого выходили на какую-либо из точек. Да, то есть просто техничная работа. И я просто ожидал от команды ЭКЛ какого-то большего разнообразия, что ли, агрессии. То есть когда вы играете, ну, все-таки, допустим, миксом или несыгранным коллективом против сыгранного коллектива, играть по дефолтам вам, наверное, сложнее, нежели чем попытаться, ну, просто сумбурно там от соло игры, допустим, попытаться исполнить. Да, в то время как команда ЭКЛ постоянно нарывалась на ХАЕ, вот в мейне, три раза. Просто вот три раза подряд. Гранаты там, тепло, там, хорошо. Я думаю, должны были понимать примерно, что может быть такое, что их будут постоянно кидать. Но в итоге приходили в упор, получали дамаг и получалось вот так вот все. Получали дамаг, не получали раунды. Сейчас у них есть возможность самим попробовать поймать уже Фнатик на этой же раскидке, но пока нужно выиграть пистолетку по 250-й, при этом забущен, если ему скинули его. И есть такой полноценный танк. Да, сейчас Брамс будет раскидывать у нас смок с флешкой своей. Будет у нас выходить команда ЭКЛ под точку А. Три мейн, два скрип. Но там укрепление как раз от Фнатик тройкой. Делают самый дефолтный сейчас раунд ЭКЛ. Но при этом скрим пытается кого-либо уже нацелить. Тут же открытие со скрипа неплохое. За красный выбежали. Но тут есть минусы. Убили уже Брамса. За квади убивают Живи. И теперь придется идти на ретейк Фнатик в 3 в 4. Все хорошо получилось сейчас по стрельбе у команды Фнатик, у команды ЭКЛ. У Фнатик сейчас произошел ретейк. Минус от Бролана по скриму. 2 в 3. Красный фейт. Но тут Гзиста нет армора. Ему будет, наверное, тяжеловато. Там Гзист, хотя убивает Рута. И 2 в 2. Но 2 хп. Фейтс 8 хп. Хэдшот от Бролана залетает. Прямо сейчас Фейтсу будет просто нереально тяжело. И его запутали. Каким-то чудом сейчас Фнатик взяли этот раунд. На тоненького это очень мягко сказать. На Гзиста. На 2 хп. Да, очень жестко получилось. Ну, по сути, Фнатики прочитали выход на точку А. Они ждали, но когда принимали плент, в итоге ЭКЛ перестреляли. Но в ретейке Фнатик бешеные головы поставили. В итоге это 13-й. Ну, вот ЭКЛ решили, что они должны бороться прямо сейчас. Не отпускать противника слишком далеко вперед. Точнее, хотя бы со старта заработать себе пару бонусов. Берут 3 Калаша, 2 Дегла и 1 элементарный набор раскида. То есть он просто минимальный. Буквально там 2 флешки, 2 смока. Да, у нас муха у JV. Хорошо, что не пистолет, как было за атаку. Ну да, там это было совсем странно. Кстати, JV отстреливают уже. Это энтри фраг с Калаша. И теперь уже у Фнатики есть осознание. Это девайс, но от противника нужно вести себя аккуратнее. Да, сейчас Гзист пытается разменять. Мидл, перестрелка со скримом. ЧХЕ забросили, кстати, казалось бы, неплохую. Точнее, для того, чтобы дальше добирать. Там даже с Деглов будет очень приятно. Твиста с одного выстрела можно увидеть. Но вовремя Твист помог Мидлео своему тиммейту. И ситуация в итоге 4 в 4. Там один всего лишь на B Бролан стоит. И как раз EQL готовится выходить под точку B. Но это один Бролан, у которого 17.8 идет статистика. Поэтому Бролан тут двоих стоит как минимум. Главное тайминги. Фейтс начинает давить на шифте. Аккуратненько походит. Но Бролан просто вот он не двигается. Он как скала. Он ждет. Фейтс его не чекает. Здравствуйте, распишитесь по ссылке. Еще одного добрать. Хедшот по труту. И только сейчас Бролана смогли убить. Да, отличная работа от Бролана. Но тут выйдут все-таки на точку B. Сейчас у нас Дог вместе с Брамзом. Будет Брамз прикрывать своего тиммета, который ставит бомбу. И сейчас будет ретейк двое с винтов. Один с девятки у команды Фнатик. Ну, мы уже видели их на ретейке. Там, да, подходят с вентиляцией. Дог пытается постоянно чекать. Понимаешь, что два позиции ему нужно просматривать. Кримза убил без размена при этом. Но Брамза добрали. Все-таки Гзист дает свой минус. Дог последний. Один против двоих. 48 хп. 37. 22. Добирает Зиста. И против Твиста он также сработал идеально. Дог тащит для ЕКЛ этот раунд. Дог, отличная работа. Затащил клатч в команде своей. И у нас повтор. Но тут Фейс в начале чекал как раз этот угол. Но он бы просто чуть-чуть не дочекал. Если бы он его дочекал, то был бы легкий выход на точку B вообще для ЕКЛ. Просто бы его забрали и все. Без потерь он немножко просто градус не добрал сейчас для того, чтобы заглянуть за этот угол. И поплатился в таком микромоменте двумя головами своих тиммейт. Ну, своей и тиммейтом. Две ЦЗшки, два дегла и скаут. Вот набор Фнатик на 18 раунде. Да, проблема у шведов сейчас с деньгами. Я думаю, догадываются ЕКЛ сейчас, что у них не так много денег. Также будут, я думаю, халдить, аккуратно выходить на мидл. Но скрим сразу же вышел с густа. Там могут быть проблемы. И скрим минус Гзист. Но при этом отстрел до твиста по скриму в голову попадает со скаута. Отличное исполнение. 4 в 4. И Крамс у нас здесь чекает аккуратно на точку. Джи Ви хочет затратить. Ну, слишком опроменьчиво с его стороны было. Это Фейс минус Джи Ви. 4 в 3. Попадать по Фейсу. 2 хп оставляют прострелом. Это настолько... Твист! Серьезно! Как ты это сделал, чертяка? Труд убивает. Кримза, конечно же. Но в любом случае Твист уже подарил нам маленький хайлайт. Твиста убивает. Остается только Бролан. Но мы помним, Бролан стоит один за двоих. Да, но Бролан будет, я думаю, просто отстреливать сейчас какой-то ган. Или, возможно, подберет и пойдет на сейв. Нашел у нас маг. Думаю, ему этого будет мало. Пойдет дальше или нет? Нет. Но его основной труд в любом случае. Да, вот этот выстрел дорогого стоит. Здесь и Шерлок Холмс не разберется, по-моему. Да. Ну, сейчас фул эко у команды Fnatic. Ну, конечно же. Сейчас не должны отпускать, по идее. И кейл добирать себе шестерочку. Уже счет становится поприятнее. То есть одно дело, когда вы играете 3-12. На вас там давит это отставание в 9 раундов. Сейчас вы уже там сократите до 8, допустим. Ну и 5 раундов. Тут кто не отыгрывал 5 раундов. Это уже мелочи. Сейчас от хейшек будут играть шведы. Пытаются откинуть их. Откинули на буст, я так понимаю. И у нас получает док немножко дамага. Ну, неравноценен потраченным ресурсам, понятное дело. Хотя вот сейчас, может быть, получится доработать суммарно всей команде. Хотя бы один таргет. Понимаешь, что пистолеты сейчас у шведов в итоге не спешат выходить. Минус от дока. И ситуация 5 в 3. Минус еще от рута. И тут двойка остается у нас. Медле смогут ли забрать хотя бы одного сейчас? Экзист делает минус по брамзу. И док добивает экзиста. Сейчас становится 13-6. Отлично. Сейчас все делают, конечно, GKL. Они особо не теряют ресурсов. Но Fnatic ответит теперь уже с гранатами. Теперь уже и смоков побольше, и флешечек. Платье вы определяете по цвету. Они стрим смотрите. Все мы знаем, Денис. Не врите нам. Но теперь все-таки 4 кольта. Фамас это посерьезнее. Так, Фамас у нас в JV. Самый лучший байраунд у команды Fnatic. И также нету AWP вообще сейчас у шведов. Там, кстати, в мейне сейчас будет, кажется, потасовка. Полетели самые ХЕшки. И вот Кримс на них не попадает, на этих ХЕ. Он прячется за погрузчиком. Кримс хитрый. Кримс все знает. Вроде бы и позиция та же самая. Метр в сторону. А демеджи как не бывало. Но там опасно. Брамс сыграет, конечно же, на скрипе. И Кримс постоянно должен вот в эти две точки переключаться. Хорошая задумка сейчас была у команды Fnatic. Сделать буст на мидле. Но, к сожалению, Ekl пока что не пытаются занимать мидл. И отошли сейчас двойкой на точку Ашведа. Остался один мидл. И два бы, в общем-то, стали по дефолту. Ну и теперь уже ход за командой Ekl. Пробрасываются у нас флешки. И теперь Кримс будет ли какая-то ответная раскидка. Молотов полетел, видимо, на БК у нас. Брамс будет ли открываться? Док у нас до сих пор на Т-респауне. Контролит просто по джиму точки. В любом случае будут ждать тиммейта сейчас команда Ekl. И он только сейчас начал стягиваться. И это будет заход на точку А. Далее стал уже Смокмэнни. Бомба также уже подходит. Скрип, упор. Не пускают. Не пускают на точку Fnatic. На самом деле они очень хорошо сейчас играют во времени. Полетела еще одна флешка. Скоро и Смокмэн начнут развеиваться. Смокмэн и Мэйни вообще закончились. Кримс уходит в закрытую. Нужна поддержка. Обреженную с точки Б. Перетяжки не было. Брамс погибает. Есть размен. Фейт скрывает, убивает Гзиста. Нужна помощь. Спешат опорники точки Б. Пока нет ни одного дополнительного фрага. Запрыгнул на красный. Фейт за это наказали. Кримс не смог принять второго. Погибает также JV. Ну и теперь Док. Занял уже точку. Хотя Бролонс девятки убивает. Скрима, да ладно. Флешку накинуть на хват. Успевает достать девайс. Подключается тиммейт. 2 в 2. Играют, но битые игроки атаки. Твист из-за погрузчика. Обошел со стороны Док. Погиб. Труд последний. 26 хп против двух фулловых игроков. Подставляет свою голову Фнатик. Как вы это делаете? Отличное выбивание от команды Фнатик. И хочу заметить, что они потратили все гранаты, которые у них были. Они сейчас только подобрали смок. У них были все флешки, которые у них были, они их потратили. Это очень важный момент, потому что часто команда просто не использует этот ресурс. Он остается лежать на мертвых ваших товарищах. Вот и все. Так, отличная работа от шведов. 14 раунд за ними. И появляется УПУ у JV, что не может не радовать. Угзистап и ФАМАС. Ну, такое. И не все гранаты. Ну, а у команды ЯКЛ, понятное дело, там полную лакшери условия. Все четыре граната у каждого. Арморы с касками. Калаши и снайперская винтовка. Но не хватает им буквально вот чуть-чуть в раундах для того, чтобы начать набирать счет. Да, сейчас ХЕ полетит на буст, но там никого нету. Команды ЯКЛ. Они как-то через буст вообще не играют пока что. Но, возможно, займут на поздних таймингах. При этом отдали точку А. Один Кримс просто смотрит с буста. Ну, обычно в смока не выходят с мейна. Поэтому безопасно оставили Кримса и ушли воевать за мидл. Бролан на вентиляции. Также позиция, которую, возможно, ЯКЛ не прочекают первым делом. Он сможет дать оттуда хотя бы один минус. Но ЯКЛ все вместе смещаются под точку А, на которой сейчас только один игрок защиты. И это, возможно, их шанс. Да, Фейс, я думаю, сейчас будет... Нет, хотел откинуть смог мидл. Ну, не знаю, откидывать его или нет. 58 секунд на таймере. Но в любом случае команда ЯКЛ готовится выходить под точку А. И там тройка у команды Фнатик. Они вообще даже, можно сказать, отдали мидл. И сейчас вот занимают все-таки ЯКЛ через буст. Это может быть проблемой для Джи Ви. Ну, забрасывает флешку по итогу контроль. Гараж тем временем труд погибает уже от рук Бролана. И очень тяжело будет дальше открываться. Проседает скрим, погибает Брамс. И ни одного разменного фрага от команды ЯКЛ. Как играть раунд? У вас 30 секунд остается. Нужно рисковать. Нужно прорываться на точку А. А там Гзист вас не пускает. Фейс убивает Гзист. Все-таки на колес-то последовал хотя бы один фраг по игрокам защиты. Но они просто зажаты. Они не могут выйти. Да, остается один скрим. 20 хп. И, я не знаю, ему тут нужно даже сейвить. Не знаю, что-нибудь по деньгам. Пытается подстреливать, но Кримс его добивает. Еще становится 15-6. Мне кажется, что здесь скрим боялся уже просто, что если он пойдет сейвить, за ним пойдут. Возможно, ты умрешь там после таймера. И совсем все будет плохо. Хотя и сейчас ситуацию ЯКЛ хорошей не назовешь. Да, всего один ЯКЛ у Брамза. И, ну, я думаю, будут играть. Возможно, что-то сейчас быстрое. Возможно, как раз бустом Зигла неплохо можно подстреливать. Ну, увидим мы задумку от данного коллектива. Но, видимо, решили просто в лобовую ударить точку А. Прокидываются смоки. Эта лобовая атака останавливается. Возможно, не побоятся. Просто смока не боятся. Выходит на погрузчик. Но тут уже Кримс начинает зашивать. Его в размен убивают. Кримс здесь пытается настреливать в эти самые смоки. Но и за погрузчиком также Игзист читает противника. И раунд выигран командой Fnatic. Сто процентов, потому что GoTV падает именно в этом случае, если раунд был выигран пары секунд назад. Да, слишком легкая игра для команды Fnatic. Первая карта за ними. И мы будем ждать второй карты. Да, конечно же, мы пожелаем удачи команде Ekl. Господа, вы же не забывайте подписываться на данный канал. Подписываться на социальные сети студии YouCanCompany. Ну и также заглядывайте, естественно, на сайт GGBet. Где вы можете поймать офигенно классные коэффициенты на все эти матчи в лайве. Мы к вам очень скоро вернемся. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярность.